Привет всем от компании Орион и компании Бука. Сегодня мы представляем вам проект Черная Метка, который вы видите у себя на экране. Проект представляет из себя акшен от первого лица с уклоном в стелс и, соответственно, с элементами ближнего боя. В данный момент наш герой находится в заброшенных помещениях метро. На дворе стоит недалекое будущее. И в данный момент он будет встречаться с разревер... В общем, с недружественными обитательными этих помещений. Вот мы видим одного из них, собственно. Как вы можете наблюдать, герой одержал верх в этой схватке. Игра у нас будет динамичная. Она будет рассказывать о похождениях некого персонажа, который получил смертельную черную метку, и за ним теперь идет охота. Чтобы выжить, герой должен пройти через череду, соответственно, испытаний и проложить себе путь через агрессивно настроенных персонажей. В данном случае это обитатели этих помещений заброшенных, так называемые бомжи, отбросы общества и всяческие маргиналы. В течение этого уровня мы должны будем выйти победителями из нескольких схваток и, соответственно, встретиться с нашим проводником, назовем его так. По ходу игры мы будем не только драться, но и решать разные логические задачи. В данный момент нам нужно найти открывалку, скажем так, ключ к двери. Ключами являются специальные предметы, которые мы можем использовать, в том числе и в бою. Сейчас мы будем искать такой предмет. Но в данный момент у нас стоит задача убить незаметно один из персонажей. Вот он повернулся спиной. Сейчас мы попробуем это сделать. Возьмем топор. Как раз... Ты... В общем-то ничего не получилось, потому что мы слишком шумно все это делали. Стелсу в игре отводится примерно треть от всего геймплея. И стелсом мы будем, соответственно, проходить там, где не хотим, чтобы нас заметили, чтобы прибежали множество непонятных людей нас убивать. Вот здесь демонстрируется момент, когда мы используем оружие как ключ к прохождению дальнейшего. Таких моментов в игре будет много. Это не только открыть топором, соответственно, дверь. Хотя, в принципе, в принципе, это играет важную роль именно на этом уровне. Без этого мы уровень не пройдем. По ходу игры нам будут встречаться различные персонажи, которые будут отличаться как по тактике ведения боевых действий, так и по внешнему виду. И, собственно, будут создавать неповторимую атмосферу, кровавое телешоу. Надо сказать, что весь сеттинг-авери предполагает, что все, что мы делаем, снимается на камеры и потом показывается по телевизору для услады, собственно, общественности, которая населяет недалекое будущее. И сейчас, сейчас, ну, главный герой, он выживает, он убегает, он пытается, соответственно, остаться в живых в этой враждебной остановке. Скажем так, на уровне, когда игрок будет ходить по различным местам, мы будем видеть ингейм-ролики, которые будут от первого лица и которые, соответственно, игрок будет видеть, ну, из глаз героя. Также будут присутствовать межуровни ролики, которые будут показывать нам, что происходит на шоу. То есть игрок, во-первых, пройдя, увидит все своими глазами изнутри, а потом увидит все это дело снаружи, как это все преподносится по телевизору. То есть сеттинг предполагает, что то, что он увидит, будет не так же, как это покажут потом репортеры. И это добавит игре, скажем так, огромную долю, скажем так, атмосферности, что ли. В игре у вас огнестрельное оружие? Да, в игре предполагается несколько видов оружия, с десяток видов, соответственно, оружия ближнего боя и несколько видов огнестрельного оружия. В принципе, как игроки могли заметить, механика у нас построена схожим образом с игрой Condemned, соответственно, но сеттинг предполагает, что для победы нам нужно не просто будет всех убить, нам нужно будет думать, где пройти, каким образом лучше. То есть в каком-то месте нам лучше всех замочить топором, в каком-то месте нам лучше прокраситься незаметно, в каком-то месте мы получим в руки огнестрельное оружие и будем сражаться с продвинутыми противниками. У нас будут силы спецназа, нам придется, соответственно, как-то их обхитрить и как-то их убивать, вот с винтовкой в руке, скажем так. Ну, по сути, по сути, на каждом уровне будет свой уникальный геймплей со своими противниками, потому что у нас есть в игре группировки. Бомжи — это только первый уровень, и это самые легкие противники, которые можно, скажем так, они, ну, не ожидали, что герой придет к ним, и, собственно, поэтому все происходит довольно легко. Дальше появятся профессиональные охотники, которые будут играть на камеру, которые будут, соответственно, пытаться убить героя наиболее красивым уровнем, и которые будут, ну, которые профессионально занимаются, в общем, тем, что ловят таких, как мы, и убивают их на потеку толпе. То есть каждый из нас за себя или ты против всех? По нашей истории герой участвует в телешоу, в котором, собственно, суть сводится к тому, что за жертвой, так называемой, которая является в данный момент герой, идет охота. Причем охота идет, ну, везде, куда бы ни пришла жертва. Соответственно, к тому моменту, как герой попадает в лапу охотников, дружественных персонажей у него быть не может. Но на самом деле, на самом деле, многие в обществе не привемлюют это телешоу, и поэтому он, естественно, встретит и союзников. Но большую часть игры он будет сражаться один, он будет выживать, он будет пытаться, соответственно, каким-то образом выбраться из этой ситуации. А как вы относитесь к игре Manhunt? Manhunt 2? Да, Manhunt с этой точки зрения очень похож на концепцию, но мы не ставим, скажем так, с целью повторить его успехи или неудачи, не знаю, повторить его, скажем так, идею. У нас не будет излишней жестокости, у нас не будет, соответственно, бравирования всем этим, у нас будет телешоу кровавое, то есть, но в основном постановочное. Представьте себе будущее, где, соответственно, охота на людей – это развлечение, где важно не убить человека, а убить красиво, где важно, соответственно, внешний вид и декорации. Так как у нас есть стелс, игрок постоянно будет, соответственно, знать, виден ли он врагам или нет. В данный момент мы попробуем убить, ну, что нам и удается. Мы убиваем тихо, этого никто не слышит в округе, персонажи реагируют на свет, на звук, на, соответственно, различные происшествия. И если бы у нас провалился стелс в данный момент, мы бы оказались перед лицом нескольких персонажей, которые пришли бы на помощь этому. Сейчас же мы можем, соответственно, продолжать путь дальше, безболезненно для нашей жизни, потому что игрок у нас, вернее, не игрок, а главный герой – это не спецназовец, он не будет крошить всех пачками, он сможет эффективно справляться только с одним-двумя противниками. Если их больше, если они профессиональные, если они умеют драться, то, скорее всего, игрок выйдет проигравшим. Поэтому важно, что по геймплею игроку придется решать, что именно в этот момент ему делать. Прокрасывали стелсом, используют ли какую-то ловушку, которая представлена на уровне. А ловушки на уровне будут, то есть мы должны будем решать, использовать ли нам окружение. Ты не попадешь, мне кажется, низко очень. Стоит заметить, что в игре присутствует продвинутый графический дыжок, который позволяет не только изображать все последние нововведения, которые поддерживают и 9-й Директ Икс, и 10-й, он позволяет рисовать тени и свет динамически в реальном времени, что активно используется в игре. Если возвращаясь к значку, значок показывает, что мы в данный момент незаметно для противника, и мы крадемся. Это позволяет проходить стелсовые моменты без того, что тебя заметят и убьют. Также надо сказать, что разное оружие в игре позволяет убивать врагов разными способами. То есть как стелсовые, так будет и добивание. Сейчас, правда, это не показано. Не могу сказать, что будет так же жестоко, как в «Мэнханте». Выдавливать глаза пальцами скорее всего этого не будет, но будет красочно. Потому что все моменты, которые мы показываем здесь, они будут потом представляться в ТВ-шоу уже в ставках, которые будут потом оформлены, так сказать, организаторами. Потому что именно на этом они делают деньги и, собственно, рейтинг шоу. Идем.